Сегодня в программе Их объявили врагами народа Армяне, болгары и греки вспоминают события 1944 года Это ж надо было назвать тебя изменником Родины когда ты в душе патриот Знаете, как это обидно? В Крыму открылся первый в России музей языков мира Нажатием кнопки, например, мы выбираем иврит Можно услышать звучание этого языка Армяне, интересные факты о древнем народе Это ж надо было назвать тебя изменником Родины когда ты в душе патриот Знаете, как это обидно? Их всех, от младенцев до стариков объявили врагами народа Галине Лазаревне было всего 6 лет когда ее вместе с семьей насильственно переселили из Крыма в Свердловскую область События 1944 года навсегда врезали в детскую память Спустя 75 лет женщина помнит их в мельчайших подробностях 15 минут на сборы погрузили всех в открытые грузовики и поехали на станцию Сюрень там уже ждали эти составы вагоны, которых сход перевозили полки на этих самых, как бы двухэтажные на полу расположились люди и на полочках детей, женщин на полочке мужики все внизу были ехали мы два месяца можете представить останавливались там, чтобы водички набрать или что, сколько людей оставалось в пути отставали от поездов вот я сейчас с ребенком я была, я сейчас помню вот когда уже поезду отправляться кричат по вагонам вот аж прямо сейчас в груди вот, многие люди оставались даже в пути я говорю по пути следования там, сколько могилок этих было неизвестно горькую участь депортации в июне 1944 года разделили армяне, болгары и греки операция по выселению из Крыма этих народов прошла с 24 по 27 июня высылке подверглись более 11 тысяч армян 12 тысяч болгар и около 15 тысяч греков положение спецпоселенцев особенно в первые годы было крайне тяжелым им зачастую приходилось жить в неприспособленных помещениях скудно питаться и страдать от болезней приехали мы туда на Урал и каково было наше удивление когда встали и утром на траве инии уже был а все разутые, раздетые ну как говорится, ехали с Южного Крыма ну и что, потом вот поместили нас в бараки где раньше тоже скот содержался вот была одна комната ну где-то метров 18 и вот в одну комнату поселяли по несколько семей старались как-то, которые породственнее были люди родственниками но все равно спать не на чем пошли, значит, ребята заготавливать значит, срубили быстренько эти нары себе вот эти лежаки вытрахнули эти матрасы набили сеном травой там, потом покосили вот, и так вот это спали был комендант над всеми, над смотрщиком и все ходили, расписывались там нельзя было шаг влево, шаг вправо без разрешения коменданта никуда не пойдешь потому что, если кто-то нарушал там, значит, срок давали выселяли их на 25 лет даже была это самая уголовная ответственность 25 лет давали за то, что ты уехал из той местности не сообщив коменданту молодые парни были что же они будут сидеть это хотелось и потанцевать и погулять и все, да все было очень-очень запретно ну, люди там жили хоть и в бараках были, да разных национальностей там были и болгары, и крымские татары и немцы, и греки жили дружно, хоть в бедности долгие 20 лет Галина Лазаревна вместе с родными прожила в Свердловской области еще 27 лет в Ташкенте но все эти годы мечта о возвращении в Крым не оставляла ее а потому что это звала, родина звала представляешь, вот в душе вот сидела вот надо, что мы здесь временно мы здесь временно все время так думали в 1956 году спецпоселенцы наконец обрели некоторую свободу с них сняли все ограничения однако вернуться в Крым не разрешили ни грекам, ни болгарам, ни армянам они получили такую возможность только в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия а спустя почти 50 лет вернулась на родину и Галина Лазаревна пока живем и будем помнить потому что не все вернулись с поля боя, как говорится да, у меня папа остался там на Урале тоже умер, брат мой средний тоже на Урале умер вот старший брат переехал сюда здесь я его похоронила, маму здесь похоронила а многие остались там, в тех местах спустя месяц после возвращения Крыма в состав России президент Владимир Путин 21 апреля издал указ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского, немецкого народов, государственной поддержки, их возрождения и развития указ предполагает содействие в создании и развитии национально-культурных автономий иных общественных объединений и организаций народов пострадавших от массовых репрессий 40-х годов это тот документ, который Крым ждал 70 лет для нашего народа это было как бы облегчение то, что сняли вот это вот ярмо депортированные, депортированные, высланные, спецпереселенцы как это резало душу, это само слух резало закон о реабилитации многое он дает, льготы у людей 50% на оплату за жилье, на коммунальные услуги, бесплатный проезд людям помогают на приобретение топлива, у кого нет центрального отопления много есть льгот впрочем, получают эти льготы и очень немногие для подавляющей массы депортированных армян, болгар и греков возвращение на родину так и не состоялось Услышать звучание более 100 современных и древних языков мира теперь можно в Крыму, в селе Зеленогорье этот музей стал первым на территории России Евгений Гавринов и его жена Татьяна Фотина живут на южном берегу Крыма в селе Зеленогорье в собственном дворе они построили уникальный музей создать такое пространство супружеская пара мечтала на протяжении 5 лет год назад начали строительство и уже сейчас с радостью принимают первых посетителей Мы достаточно долго путешествовали по разным странам и мы заметили, и в принципе это всем достаточно очевидно что очень часто языки разделяют людей то есть язык выступает неким барьером и нам в принципе одной из задач, которую мы ставили при создании данного музея было постараться эти барьеры помочь людям преодолеть не путем того, чтобы изучить, конечно же, все языки потому что языков 7 тысяч примерно в настоящее время изучить их все, наверное, было бы нереально но скорее мы хотели показать все многообразие языков Состоит музей из двух экспозиционных залов именно на первом этаже находится сердце экспозиции здесь с помощью граммофона и динамиков можно услышать речь разных народов и цивилизаций необходимо просто подойти к интересующему вас региону, например или интересующему стенду, например, вот афроазиатский регион и нажатием кнопки, например, мы выбираем иврит можно услышать звучание этого языка Сейчас мы услышали на иврите слова приветствия также здесь можно познакомиться с самыми редкими языками например, ратакас, язык жителей острова Бугенвиль в алфавите которого всего 12 букв Если его послушать, то слышно, что язык достаточно такой скудный на фонетическое разнообразие звуков Например, здесь есть язык викчамни это язык, у которого остался всего лишь один носитель то есть на этом языке из живущих носителей языка есть только один человек а по контрасту с ним рядом есть китайский язык который является, то есть у которого наибольшее количество носителей больше одного миллиарда человек вот, также есть такие интересные языки например, как язык антия то есть это язык свиста то есть свистом свистом люди общаются и передают полноценные языковые сообщения они просто обращают на себя внимание отдельный стенд посвящен языкам народов Крыма здесь можно услышать уже неиспользуемые языки такие как древнегреческий и современные государственные здесь в интерактивном пространстве собраны современные и древние образцы письменности со всех уголков планеты одним из самых необычных примером письменности является язык древних инков Кипу – узелковое письмо этот экспонат является точной репродукцией археологической находки который содержит описание правления основателя государства инков здесь описывается то, что до первого правителя инков были другие какие-то правители, разрозненные провинции они были достаточно такие серые и невзрачные вот мы видим, что следующей нитью идет вот красная нить это и есть первый правитель инков здесь говорится, что первый правитель инков на четвертый год своего правления четвертый мы понимаем из количества узелков раз, два, три, четыре вот на четвертый год своего правления он совершил вот определенную вот эту кампанию что это была за кампания? это была кампания по объединению разрозненных провинций вот и каждая из вот этих нитей она обозначает ту или иную провинцию или регион страны в Древней Азии писали на сухих пальмовых листьях сначала надписи вырезались ножом потом поверхность покрывали чернилами а на Руси доступным материалом была березовая кора береста очень удобна тем, что внутренняя часть коры мягкая таким образом производились берестяные грамоты то, что мы сейчас называем да, вот у нас представлено несколько берестяных грамот они являются копиями реальных берестяных грамот то есть это мы сами делали, но мы делали их именно копируя в точности реально найденные археологическими способами новгородские грамоты а эта зона посвящена искусственным языкам здесь представлено 12 образцов например, эльфийский язык, который был создан писателем Джоном Толкином для фильма «Властелин колец» этот язык был создан специально для записи языка пали у пали нету своей письменности этот язык записывается то есть там может записываться кириллицей, латиницей, ну и другими с помощью других разных алфавитов и вот эта письменность была создана специально для этого языка здесь написано «Ум Тхамы за собой ведет, ум их глава и материал» когда с распущенным умом мы действуем и говорим только колеса за валом, вслед нам несчастье идет Музей языков мира сложно представить без розетского камня это каменная плита, давшая ключ к расшифровке египетской письменности найденная в 1799 году в Египте здесь у нас представлена уменьшенная копия, то есть в оригинале он хранится в британском музее и высотой где-то чуть больше метра написан на трех языках один из этих языков древнегреческий египетское письмо, которое использовалось в повседневной жизни, дематическое письмо и египетские иероглифы из-за того, что здесь записано одно и то же сообщение на трех языках просто сопоставив древнегреческие и египетские иероглифы вот тем самым расшифровали египетские иероглифы и это стало поворотным таким камнем вообще во всей египтологии это позволило очень большое количество знаний из древнего Египта расшифровать и понять Крымский музей языков стал первым в России и вторым в мире аналогичное пространство работает только во Франции теперь в маленьком южнобережном поселке можно послушать речь самых разных народов нашей планеты общеизвестно, что в Крыму живут представители почти двухсот национальностей среди них не только русские и украинцы, но и крымские татары, потомки греков, итальянцев, болгар и многих-многих других одним из многочисленных народов, проживающих на полуострове, являются армяне что мы знаем об этом народе? вот несколько интересных фактов по результатам переписи населения 2014 года в Крыму проживает чуть более 11 тысяч армян а по неподтвержденным данным полуостров населяют свыше 25 тысяч представителей этой национальности армяне одна из самых древнейших наций история этого народа насчитывает несколько тысячелетий когда-то имевшее великое государство сегодня они сумели удержать лишь маленькую территорию своей империи будучи долгое время под турецким и персидским игом смогли все же сохранить не только свою религию и культуру, но и язык армянская диаспора более чем в два раза превышает население самой Армении число армян, проживающих в других государствах, насчитывает порядка 7-8 миллионов человек в то время как население самой Армении примерно в два раза меньше, около 3 миллионов рассеиванию армянского народа по всему миру способствовали горестные события которыми изобилует история страны одно из самых массовых переселений произошло во время геноцида армян 1915 года подавляющее большинство армян христиане армяне первыми приняли христианство в качестве государственной религии еще в 301 году у армян порядка 50 диалектов при этом существуют западноармянский и восточноармянский языки на которых говорят подавляющее большинство представителей этой нации в современной Армении используют восточноармянский вариант в соцсетях в первую очередь настройки